Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире обещанный круглый стол под названием «Свобода слова в Латвии и России», так мы его сегодня обозначили, и на эту тему мы попробуем поговорить с журналистами из Латвии и России. В студии работает Марис Морканс, Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копеев. А в гостах у нас сегодня главный редактор интернет-портала «Спектр Пресс» Антон Лысенков, экс-шеф-редактор интернет-версии газеты «Советский спорт» Андрей Шумаков. Добрый день! Добрый день! Константин Говоронский, экс-ответственный редактор газеты «Вести сегодня» и главный редактор портала «Вес.ЛВ». Здравствуйте! И Ольга Проскурова, главный редактор «Русского вещания» ЛТВ-7. Здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем, коллеги, с такого момента. Вот сейчас очень много можно слышать о том, что Латвия начинает сравнивать с Россией, что Латвия в каких-то вопросах Россию зеркалит. Вот вы это ощущаете? Ольга, начнем с вас. Или с тебя, но мы знакомы сто лет. Зеркалит ли Россию? Ну, мне трудно говорить о российских реалиях вот совсем уж так, как инсайдер, потому что в России последний раз я была, по-моему, прошлым летом и точно не занималась там исследованиями масс-медиа, а отдыхала. Но по некоторым каким-то вещам, которые происходят в прессе, по тем вещам, о которых рассказывают и коллеги, бывшие российские, например, те, которые переехали сюда, к нам кажется, что в некоторых моментах мы начинаем себя вести очень странно. Ну, мы Латвия, я имею в виду. Очень странно это что-то имею в виду. Принимая, точнее, инициируя поправки к уголовному закону латвийскому, которые чуть ли не приравнивают журналистов к шпионам, мне странны некоторые высказывания наших политических лидеров о том, как должны себя вести журналисты. Мне странны некоторые инициативы Национального Совета по электронным СМИ, когда меня приглашают на дискуссию с политиками порассуждать на тему, а имеет ли право средства массовой информации выбирать участников для своих дискуссий. Ну, как бы мне такие вещи очень странные. То, что я слышу от некоторых российских коллег, ну, вот это вот напоминает такое несвободное поведение, несвободное пространство журналистское, о котором говорят в соседнем государстве. Антон, вы работали в России, вы работаете в Латвии, но работаете на Россию. «Спектр пресс», на котором, кстати, также сейчас можно посмотреть трансляцию из нашей студии, это сайт, который рассчитан на российскую аудиторию. На российскую и на балтийскую тоже. Да. Но вот что касается Олиного выступления, вот вы согласны с этой оценкой? Да. Видите какие-то параллели? Да, в целом, я согласен, да, что недавно принятые поправки в Латвии, они как раз многие. Вот этот вот шпионский закон очень сильно напоминает наш российский родной закон об иностранных агентах и о нежелательных организациях. Вот. Это два отдельных, да, об иностранных агентах и о нежелательных организациях. Две отдельные. У нас больше, у нас богаче. У нас богаче значительно это вот такая законно-творческая деятельность. У нас много чего нельзя. Мы стремимся. Ну, вы как бы немножко отстаете, но направление, вот как бы вот, вы поворачиваетесь в ту же сторону. Ну, у вас 145 миллионов, а нас 2. Да, да. Ну, не знаю, мне кажется, что Латвия, я тут, естественно, сугубо свое личное мнение хочу выразить, что стала жертвой, может быть, общей политической обстановки, даже, можно сказать, громко-геополитической обстановки. Она оказалась как бы так на бруствере, на самом переднем крае противостояния между Россией и Западной Европой, вот, и западным миром. И будучи вот в этой прифронтовой зоне, здесь все очень сильно обострились, обострились страхи. И, конечно, появилось это желание ответить тем же, обеспечить свои тылы так же, как Россия обеспечивает свои тылы, ограничивая свою внутреннюю, как бы, пятую колонну, ограничивая ее в средствах, в возможности выражения своих мнений, ну, тех, кто не согласен, грубо говоря, да, с официальной линией. Также, видимо, и Латвия хочет обезопасить свои внутренние тылы. И поэтому такая настороженность в отношениях к русскоязычным, поэтому выходит такой фильм. Генеральный план. Да, например. Ну, это меня печалит и заботит. Мне кажется, что было бы больше чести Латвии, если бы она выдержала и не стала склоняться в ту же бездну. Что и Россия. Что и Россия. Константин, как вы это видите, вы работали в Вести сегодня, вы сейчас работаете на портале Вес.ЛВ. Вы ощущаете вот эти вот закручивания гаек, которые, во всяком случае, можно услышать на словах, что сейчас оно происходит? Ну, на словах, да. Права применения пока не было у этого закона, так что посмотрим. Но, в принципе, я должен сказать, что дело Коптелова – это, конечно, четкий клон тех дел, многочисленных, которые каждый год гремят в России по статье 282, знаменитой, где, по последним данным, в прошлом году 420, что ли, человек было посажено. Причем осуждено, не все посажены, но осудили именно такое количество людей. Да, прошу прощения, что я вторгаюсь. Буквально вчера, по-моему, новость вчерашнего дня, или сегодняшнего утра, что за ретвит получил 2 года человек. Да, в Твери человеку 2 года колонии и поселения дали. За ретвит. За ретвит украинских текстов. То есть достаточно было просто нажать на Фейсбуке кнопку и получить 2 года? Да, да, да. С моей точки зрения, это примерно то же, что у нас с делом Коптелова. Да, у меня только одна надежда, что у нас дело Коптелова не пойдет дальше второй инстанции, на которой его оправдают. Но если пойдет дальше, то, увы, да, мы становимся зеркалом, мы становимся тем драконом, которого так стараются победить наша политическая элита. Андрей, как вы это видите? Вы относительно недавно живете в Латвии, работали в российских средствах массовой информации, в том числе и в спортивных. Это я специально отметил, потому что недавно у нас в эфире был Николай Еременко, он бывший главный редактор радиоспорта. Он сказал, вот я думал, что спорт на уровне результатов политизировать нельзя. Спорт можно политизировать, а на уровне результатов нельзя. Он говорит, я глубоко ошибался. В общем, это стоило ему карьеры, и то, что об одном можно рассказывать в матче, где выиграли, а о том, где проиграли, нельзя. Ну, во всяком случае, он так это объяснял. Вот вы с чем сталкивались? Я думаю, что спорт можно политизировать, и в России это делается довольно успешно. Мне вообще кажется, что СМИ, оно в конечном счете почему-то несет ответственность перед теми людьми, для которых оно выпускается. Если СМИ выпускается для своей аудитории, если аудитория широка, если это читатели, если это зрители и так далее, то мы несем ответственность перед ними. Если у нас аудитория, это один конкретный человек, и он сидит в конкретном кабинете конкретного здания в Москве, то, наверное, мы будем делать СМИ для этого человека. История очень простая, я думаю, что ее можно рассказать. Гран-при по Формуле-1, очередное гран-при, сейчас уже даже не помню, какой сезон, и в этот же день глава соседнего с Латвией государства едет на болиде Рено где-то в Питере. Он привозит болид Формула-1 на Рено в Питер, и вот он этот болид тестирует. И в спортивном СМИ, в котором я работаю, полоса выходит посвященная этому событию, тестированию главой государства вот этого самого болида Рено. Ну, а про гран-при, который идет в этот же день, в котором участвует российский гонщик Виталий Петров, выходит маленькая-маленькая заметка. То есть вопрос-приоритет. Да, вопрос-приоритет, безусловно. Давайте примем звонок, у нас на линии радиослушатель, надевайте наушники. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый. Добрый. Вот я живу в Латвии более 40 лет, и для меня в Латвии стала приемная мама. Как вы считаете, вот можно ли приемную маму ругать? Я считаю, нет. Никогда в Латвии мы ругать не будем, здесь живут, так сказать, русскоязычные. И когда приезжают вот такие провокаторы из России, которые там говорят о пятой колонне русских, которые мне становится неприятно. Поэтому никогда в приемную мать ни один русский, который здесь живет, не только не возьмет оружие, а даже палка не имеет права бросить в ее сторону. Поэтому не провоцируйте, не создавайте тут искусственный пятый колонн, а дайте нам, русским, вместе с латышами жить спокойно и в хорошем мире. Спасибо, до свидания. Спасибо. Ну вот такой достаточно постоянный, как мне кажется, упрек, что СМИ сами виноваты в том, что происходит. То есть средства массовой информации обладают возможностью разговаривать и общаться с большой аудиторией, и в общем-то они программируют это общество. Ну, я немножко перефразировал вопрос нашего радиослушателя, но мне показалось, что речь идет об этом. Ну, коллеги, как вы это видите. Ну, поскольку я в Латвии живу, являюсь русским журналистом, то не считаю этот упрек, обращенный к себе. Что значит, что русские не могут критиковать Латвию? Тут нужно делать, наверное, различия между Латвией как некой землей, на которой мы вместе с нашими соседями латышами живем, и Латвией как государством. Сказать, что мы не имеем права критиковать государство, с какой-то стати мы не имеем права его критиковать, будучи гражданами, налогоплательщиками и так далее, и тому подобное. Другое дело, что есть так называемый язык ненависти, hate speech. Для меня действительно было бы странно, если бы русский журналист в Латвии, обращаясь к латышам, использовал этот язык. То есть, условно говоря, если бы... Вот если честно, я не очень представляю себе колонку, написанную русским журналистом в стиле, допустим, сегодняшней колонки Элиты Вейдемана в «Неоткариге». Не очень себя представляю. Где-нибудь в блоге, в микроблоге, да, может быть, но вот в серьёзном издании, нет, не представляю. Ну а зачем тогда мы вообще нужны, если не критиковать государство, если, так сказать, не приглядывать за тем, какие законы принимаются, если не смотреть за тем, куда эти законы могут привести, если бы, предположим, те же самые журналисты не заметили этих поправок, о которых мы только что здесь все говорили. Я думаю, что всё было бы прекрасно, всё было бы принято в том виде, в котором они подавались. С другой стороны, мне очень радостно всё-таки за Латвию, поскольку вот этот вот бум, который журналисты вокруг этих поправок подняли, это имело реакцию и имело какой-то результат. Мне кажется, что в этом вот здесь мы не зеркалим, по-моему. Здесь у нас есть все шансы как-то порыпаться и влиять на политические процессы тоже, но не могу не согласиться, наверное, с только что звонившим, что здесь имеют шансы объединённые усилия и латышской, и русской прессы, и здесь вот как раз-таки на этих поправках мы были очень едины в своём мнении. Это достаточно редкий случай. Мы услышали упрёк в том, что российские журналисты, которые сюда приехали, они пытаются нас поссорить с нашими соседями, которые мы уже здесь... Это мне, наверное, адресовалось, но я, честно, я не пытаюсь никого ни с кем ссорить, особенно уж в последнюю очередь русских латышей. Вот поссорить я не... Моя мечта о том, чтобы помирить их наконец-таки. Но я хочу сказать по сути этого вопроса, что у журналистов не должно быть национальности. В принципе, если он работает профессионально, не должно иметь ни малейшего значения, какой он национальности, каких он взглядов придерживается, какая у него позиция жизненная. А что касается того, вот сам термин «ругать», ну, если это хейт-спич, и если это ругань, то это уже не профессиональная журналистская работа. Здесь вопрос ставит о профессиональной пригодности, да, человек, который выступает с подобными заявлениями. Если это критика, то в ней удивительно, я согласен с Ольгой, нечем удивляться. Журналистика такая профессия, это такая работа. Быть критически настроенным по отношению правительству к государству, ну, как бы это услуга обществу по контролю над властными структурами. Здесь, возможно, тогда люди, которые живут и подчиняются государству, как они относятся к власти. Вот как раз в Латвии скорее к власти считают кто-то своей властью, но продолжая критиковать или категорически критикуют. А в России, вероятно, люди, если есть власть, если есть президент, то всё, значит, всё в порядке, значит, как он сказал, так и будет. И если есть такая, как это, безосновательная или основательная любовь к власти, а журналисты, они начинают эти вот розовые представления о ней рушить, и поэтому они становятся уже врагами. Ну, вот это как раз тот самый упрёк, который я слышу гораздо чаще, чем тот упрёк, который прозвучал в заявлении радиослушателя, что российские журналисты, критикуя... Это упрёк от со стороны латвийских русских, что российские журналисты, критикуя Путина и критикуя власть, они таким образом стоят на сторону врагов России и являются продолжением той самой пресловутой пятой колонны. Да, и здесь есть русские, которые здесь и родились, но в русском, ну, в смысле, как бы из русской, что ли, общины, которые пользуются русским языком и русской культурой, воспитаны на русских сказках, да, но они, если их разбудить ночью, кто твой президент, они могут сказать, ну, кто президент, и второе имя может быть Путин. Такое тоже есть. Но первой-то всё-таки нет. Ну да, да. Давайте, так, у нас только что был звонок, сорвался, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Могу ответить на эти обвинения? На эти обвинения, да. Я возьму на себя смелость лишь ненадолго ответить от лица всей российской журналистики, вы меня простите, я сейчас немножко иронично говорю. У вас пускай журналистика российская прощает. Вот. Это та ситуация, которую вы сейчас описали, о том, что есть такое восприятие, что если кто-то критикует власти, то он критикует страну всю целиком. Это результат, с моей точки зрения, полномерной, многодесятилетней работы, работы достаточно успешной средств массовой информации в том числе, когда выстраивается совершенно полная ассоциация между государством и страной. То есть государство, это я. Российский, и включая президентство Медведева, да? Да, я думаю, да. Потому что я помню времена, и, кстати говоря, в советское время тоже самое было. Если ты критикуешь правительство, если ты критикуешь власти, ты предатель Родины, национальный предатель и тому подобные вещи. Вот этого критического, критической оценки в сознании людей уже очень многих, ее уже нет. Нет этого разделения, что есть страна, а есть власть в этой стране. Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Да, мы продолжаем. Круглый стол, посвященный свободе слова в Латвии и России. Так мы заявили сегодня тему. У нас в гостях, напомню, главный редактор интернет-портала «Спектр пресс» Антон Лосенков, экс-шеф-редактор интернет-версии газеты «Советский спорт» Андрей Шумаков. Они представляют Россию на нашем круглом столе. Также у нас главный редактор русского вещания «ЛТВ-7» Ольга Проскурова. И главный редактор портала «Веслв» Константин Гайворонский. Они представляют Латвию. В студии работает Марис Морканс. Владимир Родионов. И мы, в данном случае, нейтральные журналисты. Во всяком случае, стараемся соблюдать баланс. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. В перерыве мы вспомнили о том, что написали репортеры без границ в своем отчете. Там была такая строчка, в двух словах она звучала примерно так. «Все латышские СМИ в Латвии свободны, все русскоязычные СМИ являются прокремлевской пропагандой». Вот такое обобщение. В Латвии. Читали это исследование? Я само исследование не читал, но в целом могу понять, откуда такая точка зрения появилась. Поясните, может быть. Ну, я на 102% уверен, что данные для этого доклада им предоставляло кто-нибудь из латышских исследователей, которые, собственно говоря, читают, видимо, русскую журналистику в Латвии очень выборочно. Оля? Ну, мне, во-первых, трудно это назвать исследованием, поскольку я под этими двумя строчками не нашла ни одной ссылки, ни на какие-то вторичные, секундарные опросы, исследования и проводимые кем-то, не знаю уж кем. И поскольку я не увидела и автора этих строчек, то для меня большой вопрос о легитимности вообще такого утверждения и мнения. Конечно, мы можем говорить, что такой источник, как «Репортеры без границ» априори вызывает уважение. Но когда ты читаешь что-то подобное о себе, абсолютно без ссылок на первоисточники, тогда это вызывает у меня уже и вопросы по уважению к тому, кто это публикует. А существует, на ваш взгляд, предвзятое отношение к русскоязычным латвийским СМИ? Да я думаю, мы вообще тут живем стереотипами, очень боимся их разрушить, потому что нам безумно комфортно вот так вот существовать, как мы существуем. Какие-то латышские СМИ, русскоязычные СМИ теперь на нас новые ярлыки навесили. Одни свободные, другие пропаганды, третий контр-пропаганды. Это же так здорово, ты варишься в этом. Есть о чем поговорить. Вот круглый стол, например, собрали. Давайте поговорим о новых ярлыках. Какого-то там второго, третьего поколения. А в это время в комиссиях СЭИМа проходят какие-то поправки. А мы все говорим о том, какая у нас гибридная война. А в СГД, кстати, до сих пор не могут уволить нечестных сотрудников. Ну вот как-то да. А мы шумим, шумим. Вот там вот это листва шевелится. А что там в коры? Нет, но остановили же провозглашение, например, этого закона, поправок, которые меняют законы. А давай сравним количество информации, то, что мы тут за эти два года наговорили по поводу пропаганды. И информацию о том, как мы, как журналисты, занимались СГД, например. Ну и что перевесят. Антон, я хочу зачитать. Нам написал Юрий Алексеев, имхаклаб.лв, главный редактор. Через Фейсбук он прислал свой комментарий. Я его зачитаю. Это мне кажется важным для того, чтобы продолжить наш разговор. Более 10 лет, живя в Латвии, активно работаю в России. Я внештатный сотрудник полутора десятков интернет-ресурсов от Слон.ру до Регнум.ру. Могу сказать вполне компетентно, что в России уровень свободы слова многократно выше, чем в Латвии. Каждый ресурс там имеет, конечно, свою редакционную политику, но их столько разных, что любое мнение может найти свой рупор. И уж точно в России невозможно закрыть неугодных ресурсов, как у нас произошло со спутником. Говорю ответственно. Это мнение Юрия Алексеева. Андрей, может быть... В России невозможно закрыть СМИ неугодное... Это цитата Юрия Алексеева. Это мнение Юрия Алексеева. Да, вы как российские журналисты можете... Хорошо, пусть это остается мнением Юрия Алексеева. У меня несколько иное мнение, и оно отличается. Кардинально. Можете его представить? Ну, мне кажется, что есть... Можно перечень просто зачитать, да? Я думаю, что это займет половину программы, примерно, да. Грани, что там, Лента.ру, и, в общем... Ну, в конце концов, даже та история, которая сейчас идет вокруг РБК... РБК, чудесность. Это тоже история про то, чтобы СМИ, которые, ну, в какой-то хотя бы минимальной оппозиции находятся, но как-то его сделать более ручным, как мне кажется. Но это мое мнение. Вот там было мнение господина Алексеева, вот это мнение господина Шумакова. Давайте выслушаем звонок. Нас на линии радиослушателей. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, что не открою секреты или тайны для журналистов, присутствующих в вашей студии, что у каждого средства базовой информации, у радио, в том числе вашей, вашего радио, уважаемого, есть владелец, акционер, у этого владельца есть фамилия. И эта фамилия назначает редактора, продюсера и тому подобное, и, собственно, обозначает генеральную линию этой средств массовой информации. И я скажу, что в Латвии это очень однобоко. Очень однобоко, в том числе и на вашем радио, хотя вы говорите, нейтральное или тому подобное. Ну, вы можете нас упрекнуть в прямом эфире, если вы уже сказали, а говорите вы в чем... Скажем, кроме посла Российской Федерации, Вишнякова, да, вот как бы из представителей все-таки легитимной власти вы никого не приглашаете. А вот оппозиционеров, назовем, ну, там вот тоже Елена Тару, тут приехала женщина, я не помню фамилию ее, так сказать, обосновались целой бригадой, которая отсюда через забор, вот, грубо говоря, плюет в сторону России, назовем так, да. Вот это вот каждодневно присутствует. То есть идет речь о свободе слова. Эту свободу определяет конкретная фамилия в рамках, собственно, его понимания вопроса. А здесь у нас следит полиция безопасности за этими вопросами. Если человек не хочет проблем, он будет следовать вот как бы таким установкам. Спасибо. Ну, это очень распространенное мнение. Спасибо, что вы его высказали. Вот как раз предлагаю коллегам на эту тему порассуждать. Сейчас мы параллельно дозваниваемся Артемию Троевскому. Ну, вот, пока связь пытаются нам обеспечить, давайте поговорим. Классика жанра. То есть вы работаете на того, кто мне не нравится. Это очень часто упрекает. Я думаю, все вы с этим сталкиваете. Безусловно, безусловно. И я сталкивался с тем, что понимание свободы слова у журналиста и понимание свободы слова у… я назову это просто рядовой читатель, да. Оно различается кардинально. А журналисту важно, чтобы были представлены все точки зрения. Рядовому читателю, как правило, я не говорю за всех, да, но очень часто важно, чтобы была представлена только его точка зрения. И на самом деле проблема заключается в том, что в современных СМИ человек ищет не информации, да. А подтверждения. Выражаясь, да, языком Пелевина, он ищет крыши над головой. Он ищет тех фактов, которые будут соответствовать его картине мира. Все другие факты будут отрекаться. Я прерву вас. Пока у нас на прямой телефонной связи Артемий Троевский, музыкальный критик, журналист. Артемий, здравствуйте. Да, привет. Вы достаточно давно уже живете в Эстонии, и, наверное, можете сравнить ситуацию со свободой слова в балтийских странах и в России. Вот если мы попросим вас это сделать, как бы вы могли это описать? Ну, вы знаете, что в Эстонии у меня в области свободы слову пока что абсолютно никаких напрягов не было. Где-то года два последних я регулярно печатаюсь. В посте Мэйс, это главная здешняя качественная газета Вести Павел Эхт, на портале Дельфи. В общем-то, до сих пор единственная проблема, которая у меня возникла, но она имеет косвенное отношение к свободе слова, это то, что на портале Дельфи в качестве откликов на мою... на мои эти колонки, публикации и так далее, шел такой сплошной мат, то есть, сука, шпион американский, уебывай нахуй, что в Израиль там и так далее. Почему в Израиль, правда, непонятно, но тем не менее. Ну, или в Америку. Поэтому, ну, вот это как-то меня слегка покоробило. Что касается до редактуры или цензуры, то тут абсолютно никаких волнений у меня не возникало. Что касается до России, ну, в России-то я, слава богу, с 1974 года регулярно печатаюсь и выступаю. Там в последние годы моя профессиональная биография складывалась довольно сложно, поскольку, в общем-то, я не стесняюсь критиковал президента Путина и его команду, хотя при этом совершенно не занимался ни политической деятельностью, ни чем таким особо взрывоопасным. Вот, тем не менее, меня постепенно, но так очень решительно выдавили сначала с телевидения, где я работал регулярно с конца 80-х годов, потом из издательского бизнеса, а потом даже с факультета журналистики, где я успешно преподавал в течение 13 лет. Артемий, вы преподавали до прошлого года, да? Я преподавал на журфаке МГУ до конца 2014 года, да. Артемий, а как вы получаете информацию? Более того, был там даже чем-то вроде завкафедры. Артемий, а как вы получаете информацию? У вас источники есть? Это источники на русском языке или это на английском? Вы ограничены в информации? Ну, например, то, что происходит в Грозном, вы это можете узнать или то, что происходит там с какими-нибудь судами в области искусства в Сибири. Вот эти источники какие вы используете? Вы знаете, что информации на самом деле более или менее достаточно. Во всяком случае, для человека любопытного информации хватает. Другое дело, что всю эту информацию надо на самом деле разыскивать. То есть обнаруживается она только исключительно в интернете. Если говорить о газетах и каких-то эфирных СМИ, то имеется стандартный такой джентльменский набор. То есть одна газета под названием «Новая газета», одна радиостанция под названием «Эхо Москвы», один телеканал под названием «Дождь», один еженедельник под названием «Нью Таймс», ну, отчасти еще порталы и газеты РБК. И то они сейчас, я так понимаю, находятся под ударом, как, собственно, и все остальные. Вот. Так что там какая-то информация есть, даже довольно много и довольно разнообразная. Вот. Но до большинства людей, конечно, этой информации никак не доходит, просто потому что им до этой информации дела нет. Она им, я думаю, даже не особенно нужна. То, что их интересует, это им в полной мере предоставляет первый канал, второй канал, третий канал, четвертый канал и прочие там все эти анальные каналы. Спасибо. Артемий Троицкий, музыкальный критик, рок-журналист, был на прямой связи с нашей студией и с Таллином. Но вот что касается свободы слова в контексте Артемия, то ему трудно с трудоустройством. Но с информацией, которую он хочет получить, ему, я понял, на русском языке препятствий нет. Ну, нужно ее самому искать. Но это еще и когда есть так называемые ручные СМИ в России, но в них тоже можно сквозь строчки читать, если человек образованный. Послушайте, ну Артемий же, он профессиональную точку зрения сейчас продемонстрировал. Да, конечно. Профессионал может найти информацию. Но нужно понимать, в каком информационном пространстве мы сейчас живем. Мы сейчас живем в то время, когда шило в мешке утаить нельзя. Но можно не показывать его. То есть, если бы мы были каких-нибудь 50 лет назад, если какое-то событие не попало в газеты, например, полвека назад, то его как бы и не было. Новочеркасск, например. А только что сняли с языка. Можно было не сообщать о расстреле в Новочеркасске. И его не было. И мы узнали об этом только после перестройки. Понимаете, и все. А сейчас при социальных сетях, при интернете, при огромном количестве ресурсов, которые просто физически невозможно проконтролировать, хотя наши думские депутаты, депутаты, они уже, я ведь думаю так, разрабатывают какие-то китайские модели для того, чтобы все-таки накинуть сеточку на интернет. То есть, сейчас есть, с одной стороны, информация присутствует, но ее нужно найти. А с другой стороны, та информация, которую тебе подают по телеканалам, в газетах, в главных, основных каналах, да, информационных, вот там туда попадает только та, которая нужна, да? Не вся присутствует. У нас есть много звонков, сейчас их примем. Я напомню, что видеотрансляцию вы можете смотреть на сайте MixNews.lv и на сайте Спектр Пресс. Мы одновременно обеспечиваем стримовое вещание. Также звоните нам по телефону 672267. Напомню, Мария, с вами. 67212-93.9, 67212-93.9. Да, у нас звонок есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Понятно, что ваших гостей учили играть словами, это их профессия. Понятно, что они в прямом эфире это блестяще демонстрируют. И не в прямом. Но хотелось бы им напомнить, да, хотелось бы их проинформировать, что слушают их люди тоже с высшим, а то и с двумя высшими образованиями. То, о чем вы сейчас говорите, мягко говоря, смешно. А что именно вас веселит? Может быть, проясните? Приехали люди в Латвию, наслаждаются свободой слова, в том, что им разрешено здесь или в Эстонии критиковать Россию. С удовольствием они это делают, тем более, что есть государственный заказ на это. Когда они это делали в самой России, они жалуются на притеснение, государственные каналы, пропаганду и так далее. Я хочу им посоветовать одну простую вещь. Начните в Латвии копать и критиковать власть Латвии. Спасибо. Традиционный упрек, что за границей легче ругать свою страну. Да, такой же? Да, наверное. И Андрей, да. Мне очень нравится вот это вот такое соединение России и конкретного правительства, которое сейчас находится во главе страны. То есть, ну вот это вот прям очень часто прослеживается эта история. Мне кажется, что это не совсем правильно. То есть, когда ты критикуешь действия конкретных людей, которые достаточно давно находятся у власти, конкретной политической системы, и когда ты критикуешь страну, ну это вот немножко разные вещи. Ольга, вот как у нас в этом смысле? Вот чувствуешь ли ты, что, скажем, действительно есть заказ со стороны латвийской власти, чтобы критиковали Россию, поэтому те журналисты, которые приезжают в Латвию и оппозиционно настроены к России, они относятся в более таких комфортных условиях. Вот спутнику, например, не разрешили регистрацию. Ну, по поводу спутника, наверное, можно сделать отдельную дискуссию или по поводу закрытия временного, по крайней мере, прекращения трансляции РТР «Планета», и мы с некоторыми гостями, которые за этим столом присутствуют, об этом говорили. То есть, это совершенно отдельная дискуссия, и здесь, мне кажется, для журналиста вообще двух мнений быть не может, должны эти площадки существовать. И я, например, в зрителя или в читателя очень-очень верю, и он способен сам принимать какие-то решения при выборе информации. есть, конечно же, там в воздухе, не знаю, в политических документах, в политических речах латвийско-политической элиты очень откровенная и, по-моему, очевидная направленность антироссийская. То, что здесь комфортно любого рода журналистам, мне кажется, это здорово. Это здорово, что Латвия может предоставить условия существования для журналистов, где ты не оглядываешься все время, там, ты написал правильно или ты написал неправильно. Вы знаете, мне вообще кажется, что журналистика – это такая штука самая опасная. Это даже не политическое регулирование или там то, что редакционная политика предполагает. Мне кажется, что самое страшное – это самоцензура. Вот когда мы рассуждаем о каких-то внешних обстоятельствах, это одно. Но когда ты внутренне, даже на уровне шуток. Я читаю, журналистки в Фейсбуке написано, вот я сейчас об этом выскажусь, но пока не посадят. Да, мне кажется, что когда это уже проговаривается даже в шутках, вот это становится плохим звоночком. Местный симптом, да. У нас три линии работают, много радиослушателей. Давайте примем звонок очень коротко. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я хотела вам заметить, вы сейчас, мы все прослушали выступление Афиме Троицкого, изумительного музыкального критика, благодаря которому мы познакомились с штреврами. Можно попросить вас покороче сформулировать? Очень мало времени. Да, я бы хотела очень коротко заметить, что этот человек, который в своей сфере изумительно, так сказать, компетентен в музыке, он не смог подтянуть российские вкусы до своего уровня. Там нету таких денег, где в информационной войне, где он полностью некомпетентен. И он разочарован, что вот не хотят его продукцию употреблять. Спасибо, ваше мнение понятно. Извините, что я вас прервал, но действительно очень мало времени и хочется еще успеть принять звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Знаете, насчет свободы слова я бы хотел сказать следующее, что одно дело с журналистикой свободы слова, другое дело, например, тоталитарные секты. А, то есть вот распространять информацию тоталитарных сект или запрещать ее, это свободы слова или нет. И является ли тоталитарной сектой общество, где 82 или 86 или 84 процента поддерживают какого-то лидера на основании не каких-то реальных данных статистических, улучшения образа жизни или еще чего-нибудь, а на основании именно образа. Что? Спасибо. Ну, понятно, мы уже должны сейчас прерваться, но часть наших гостей останется и придут новые, поэтому мы продолжим обсуждать, в том числе, эти темы сразу после новостей и рекламы. Я напомню, что телефоны прямого эфира еще раз вы сможете дозвониться нам после 13 часов. Я отвечу потом по поводу последнего комментария. Да. Ольга Проскурова у нас была, главный редактор русского вещания ЛТВ Семекс, шеф-редактор интернет-версии газеты «Советский спорт» Андрей Шумаков, главный редактор интернет-портала «Спектр» пресс Антон Лысенков и главный редактор портала «Вес ЛВ» Константин Гаворонский. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. ? Съема лице